Моя вечерняя звезда, не отводя влюбленных глаз, Тобой любуюсь я всегда, хотя и думаю подчас, Что если кто-нибудь другой, чувств сокровенных не дая, Своей единственной звездой тебя считает, как и я. Тогда, 12 лет назад, организаторы зубовских чтений и не предполагали, что впереди у фестиваля конкурса художественного слова долгая и насыщенная дорога. Сегодня в нем участвуют конкурсанты со всего Подмосковья. В этом году заявки подали две сотни человек из 14 муниципалитетов Московской области. Все это делается ради будущего. Потому что дети, которые прикоснулись к этой теме, они совершенно другие. Они растут другими, они в мировоззрении у них другое, и совсем от них другая, будем говорить, польза будет обществу. Обществу. Огромное всем спасибо. Поздравляю всех с этим прекрасным праздником. Финальному туру предшествовали предварительные прослушивания. Отобрано 37 финалистов. Они поборолись за звание лучших в своем деле. Четыре возрастные группы – от первоклассных до пенсионеров. Виновчанка Ярослава Грачева поэзией занимается с малых лет. Неоднократно участвовала в зубовских чтениях, но в финал попала впервые. Девушка стала победительницей в своей возрастной категории. Переживала, когда всем вручали, и когда меня озвучивали, я расплакалась отчасти. Это очень неожиданно и приятно, что первый раз и уже такое место. В этом году «Видное ТВ» учредил специальные призы для участников фестиваля конкурса. Сотрудниками телеканала было отобрано четверо победителей. Им вручили сертификаты на съемки видеосюжета и стихотворений. Не перестаю поражаться, какие талантливые дети, взрослые люди живут на земле подмосковной. Спасибо вам всем огромное, а вы все огромные молодцы. Одним из них стал ученик Видновского художественно-технического лицея Даниил Воскобойников. Творчество молодого человека оценило и жюри, которое присудило ему первое место в финале фестиваля конкурса. Он читал стихотворения Елизаветы Горбуновой «Букет мимозы». Вдруг паренек вдогонку «Гражданочка, постой, возьми букет, бесплатно тебе подарок мой». Писатель очень хороший, у него очень хорошие стихи. А это стихотворение, потому что оно доброе, открытое и посвящено 8 марта. Фестиваль-конкурс посвящен памяти нашего земляка, поэта Евгения Зубова, которого не стало 25 лет назад. На празднике поэзии присутствовали и его родные. Настолько были интересные, проникновенные выступления, чтения и стихов собственного сочинения, и, конечно, произведения Зубова. Итоги подведены, но Зубовские чтения – это не только участники, но и организаторы фестиваля-конкурса, и в частности преподаватели и директора школы Ленинского городского округа и других муниципалитетов, которые сегодня посетили город Видное. Они вышли все на сцену, чтобы поздравить друг друга с участием и с победами. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Видное ТВ.